МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рабочий погиб на стройке в жилом комплексе «Универс» в октябре. В Кобольском районе все произошло накануне вечером. По предварительной информации, мужчина заливал бетонный пол на верхних этажах высотки, но сорвался вниз. Известно, что рабочему было 29 лет. Он умер еще до приезда скорой. Сегодня о трагедии на самой стройке ничего и не напоминает. Люди все так же работают, в том числе и на верхних этажах. В следственном комитете и прокуратуре начали проверку. Предварительное установлено, что в вечернее время 19 июля работник полярной организации при выполнении строительных работ сорвался с высоты 9 этажа и получил травму несовместимой жизни. По данному факту прокуратурой Октябрьского района Горно-Краснярска организована проверка из комитета подать стаб охраны туда, в наличии оснований будут трениры меры прокурорского реагирования. Селевые потоки в отдельно взятом гаражном массиве. Солнечным затопило десятки автомобильных боксов. Во время ливня кубометры глины и грязи буквально затопили не только бетонные строения подвалы автомобиля, но даже сбивали с ног владельцев. Несмотря на то, что произошло все еще две недели назад, откачивать воду приходится до сих пор. Причиной катаклизма могла стать насыпь, которую построили зимой неподалеку. Об этом рассказывают собственники гаражей. Если раньше они страдали в основном от грунтовых вод, то сейчас потоки воды идут поверху и текут прямиком на строение. Вообще топи-то здесь и грунтовые воды есть, по идее. И отлив вот там дома построили, они сюда сделали, к нам все сюда течет. Ну и вот тут отсыпали, что-то строить хотели. Вот туда в первый ряд, через верх глина вся пошла. Не обедая иногда, не видя ни семью, ни котят, никого, выполняю до ночи. В итоге в конце недели отписка бонус вам не положит. Артур таксует первый месяц, но даже этого времени хватило, чтобы понять. Своих водителей Яндекс.Такси не ценит. Парень купился на предложение от агрегатора. Выполни 95 заказов и получи доплату. Однако обещанных денег не увидел. Внятного объяснения, почему так получилось, от компании не последовало. Службе поддержки шаблонно и бездоказательно ответили, что якобы часть поездок была выполнена без пассажиров. И даже проверка проводилась. Но как именно в Яндекс.Такси не пояснили. Нельзя позвонить в службу поддержки и поговорить с живым человеком. То есть отписывает бот какой-то. Выполняешь 95 заказов эти, ездишь, духотянь. Они стоят копейки. То есть, чтобы мотивировать водителей, они обещают бонус в конце. Но ты его не видишь. Одна из причин, почему заказ могут не засчитать, это если не довез пассажира до конечного адреса. Так, как говорят водители, такое может быть, даже если клиент попросит высадить его, не доехав всего пару метров. К слову, в этой службе такси пассажир всегда прав. Даже если и не прав. Девушку привез, она убежала, не рассчиталась. Я пишу в техподдержку. Просил, чтобы ее заблокировали. Они говорят, мы будем следить за этим клиентом, и мы обязательно ее заблокируем. Ну, то есть она вам не попадется. Через неделю опять попадается этот заказ. Она говорит, здравствуйте. Я разворачиваюсь, смотрю на нее. До свидания. То есть, ну, опять встретились. Дело в том, что заранее узнать, кто сядет к себе в машину, невозможно. И это своего рода русская рулетка. И тех, кто столкнулся с аналогичными проблемами, игнорируемыми Яндекс.Такси, десятки, если не сотни, в сети можно найти уйму отзывов недовольных и якобы обманутых водителей. Сколько писал в поддержку о том, что где ваш обещанный заработок, гарантия и так далее. Ответ, вместе мы делаем сервис лучше. Яндекс не начислил гарантию за заказы. И к тому же мне за выполнение заказов за неделю 5-100 тоже не начислили. В чате отвечают, не читая вопроса. Шаблоны отправляют вообще не по теме заданного вопроса. Обратной связи нет. Они игнорят даже обратный звонок. Можешь неделю звонить безрезультатно. В конце концов, ты понимаешь, что это бездушный робот. И вытягивать информацию, будто клещами, приходится не только водителям. Мы попытались выяснить, по каким таинственным алгоритмам работает сервис. Написали запрос в отдел по связям с общественностью. Однако ни ответом, ни даже банальным мы разберемся, или будет проведена проверка, нас не удостоили. Тогда мы позвонили в службу заказа такси. По ответу оператора, политика компании сразу становится понятна. Вас беспокоят с 7-го канала Красноярск. К нам обратились водители, которые утверждают, что Яндекс.Такси им не выплатил обещанные бонусы. Скажите, пожалуйста, телефон руководства или пресс-службы. По данному вопросу обратитесь, пожалуйста, на сайт такси.яндекс.ру. В большинстве случаев водители оформляются в такси как самозанятые. Трудовой договор с ними не заключают. Будущие сотрудники просто вбивают свои данные в приложение и выходят на линию. Юристы советуют водителям по спорным вопросам направлять претензию, но уже не в техподдержку. Путем оформления официальной претензии в адрес агрегатора такси водитель может урегулировать ситуацию в досудебном порядке, представив также необходимые доказательства, которые подтверждают его позицию. Если компания после этого не пойдет навстречу, тогда следующий этап – обращаться с исковым заявлением в суд. Поразительно, что руководство компании, так бьющееся за своих клиентов, не понимает, что качество сервиса напрямую зависит от комфорта тех, кто этот сервис оказывает. Денис Козлов, Виктория Мартонникова, Эдуард Баглай, 7 канал. Красноярец напал на сторожа храняемой стоянки, чтобы угнать собственную машину. Теперь он пойдет под суд. Это произошло еще год назад. Подсудимый взял кредит в банке под залог авто, но не смог его выплатить. Финансисты забрали машину и поместили ее на храняемую стоянку. Бывший владелец не смог с этим смириться и пришел за своим автомобилем. Он открыл салон, завел машину и попытался уехать. Сторож хотел помешать, но угонщик пригрозил им пистолетом, забрал телефон и диск с записью с видеокамер. Машину подсудимый отогнал в Балахтинский район и спрятал в гараже своего дяди, ничего не сказав ему об этом. В итоге авто нашли и вернули банку, а угонщика будут судить за разбой и самоуправство. Новый штамм коронавируса пришел в Россию. Пять случаев заражения уже выявили в Москве. По словам специалистов, болезнь у пациентов протекает в легкой форме. Называется новый штамм кентавр. Впервые его обнаружили в Индии в мае, после в США, Великобритании и Германии. Теперь кентавр добрался и до России. Известно о нем пока немного. Специалисты отмечают, основные симптомы такие же, как и у предыдущего варианта вируса – омикрона. Это слабость, головная боль, температура. Насморка при этом может и не быть. Станет ли этот штамм, что называется, доминирующим, пока говорить трудно. Учитывая минимальные туристические потоки, риски завоза новых вариантов у нас минимизированы. Прежде всего, это только если считать Турцию, где происходит перемешивание туристических потоков из различных стран. Это повод для того, чтобы готовиться к возможному эпидемическому подъему. Бойцовский пес вцепился в хокер Спаниэля на глазах у ребенка. Он выгуливал небольшую собаку возле дома на Ястынской. Стычку на видео снял очевидец из окна дома. На кадрах видно, как маленькая собачка жалобно скулит и пытается вырваться из клыков американского стафа. Хозяин Спаниэля – мальчик, не выпускает из рук поводок и стоит рядом со своим питомцем. Люди старались помочь, обливали бойцовского пса водой, пытались оттащить, однако стаф не реагировал. Разомкнуть ему челюсть удалось только мужчине с помощью отвертки. Только тогда ребенок с хромающим песиком смогли уйти. Известно, что после этого Спаниэля пришлось везти к ветеринару. Ему потребовалась операция. Хозяеву пострадавшей собаки написали заявление в полицию. Однако инцидента бы не произошло, если бы владельца бойцовского пса выгуливала его в наморднике. В Красноярске появился новый арт-объект. Необычную скульптуру открыли в честь 15-летия третьего арбитражного апелляционного суда. Там рассказали, что этот объект современного искусства называется «Фемида», хотя в Дубльгисе он назван «Правда и справедливость». Скульптура посвящена правосудию. Фигура притягивает взгляды пешеходов и водителей. А вот чтобы понять задумку, автора приходится присматриваться. На первый взгляд кажется, что это нелепый слепок из металла или железный робот. На самом деле в металле представлен образ древнегреческой богини, только фигура совсем не похожа на образ женщины. На плечах у Фемида находится герб Красноярска, по бокам мечи, острием вверх – весы и змей, которому отрубили голову. Взглянуть на скульптуру можно по адресу Ленина 1Б. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова